Доброе утро, мои друзья! Вы на канале у Провансалочки, и у нас этой ночью были заморозки. Посмотрите, вон там подальше, видите, зелёная, такая белая травка, это был мороз. Оно чувствовалось вчера. Такое солнце светит, и посмотрите, вот там вот эта шелковица вот стоит, да, у соседей. Смотрите, как падают листва. Они уже заваливают это, машину соседскую. Я вот, помните, говорю, вы представляете, когда это всё упадёт? Ну вот, мороз такой стукнул, видно, такой, ну, градусы 4, наверное, он был сегодня ночью. Вон я разговариваю, и идёт пар. Смотрите, прям вот листва падает, 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 такой настоящий листопад. Через 20 минут машины не будет, я послежу. Официально вышла, посмотрите, как здорово, как падают листья вообще. Листья падают, над городом кружатся. Та-да-ри-ра-ра. Вот оно, небо Прованса. Привет-привет. Ещё раз. Господи, какая красота. Так, Морись говорит, там, где ты у нас тоже что-то опадает. Посмотрите, как у нас сегодня подморозило, ни с того, ни с сего. Прямо, смотрите, аж на этом. Смотрите, вся трава. Вот это да. Тебе лапкам не холодно, моя бубуля? Прямо, прям такие растения, они все влажные были, девочки. Вот от этого мои розы и болеют. Вот такая стоит теплота, теплота. А потом бам-бам, и уже не тепло. И вот на эту вот всю влажность, вот этот мороз. Морись уже там метёт, потому что у нас, наконец-то, наша акация тоже начала подать. Потому что, ну, листья вообще невозможные. Не облетают, и всё. Это вот с первым морозом. Привет. Привет, привет. Какие-то, что-то не попало? Он говорит, не показывай меня в пижаме. Ну, так это ж не пижама, это красивая рубашка рабочая. Не хочет он с вами сегодня здороваться, стесняется. Вот у нас вот эта наша, ой, как же её называют, алыча. Прямо такой вот раз, и всё такое, листья все опали. Смотрите, всё голое. Такой достаточно сильный мороз. Вон курочки хотят выйти. Смотрите, вот здесь, видите? Весь здесь всё заморожено. Вода вся у них заморожена была, муж менял. Несите яйца сначала. Тоже мне гулять вам только. Только гуляли бы все. Работать никто не хочет. Смотрите, вот девочки, видите, вот смотрите, видите розочки? Вот они были, смотрите, бутончики эти. Они все были влажные. И сейчас вот у нас 0 градусов. И поэтому они у меня и болеют, эти розочки. Надо мне сделать фотографию. Посмотрите. Смотрите, сколько бутонов. Но вот розы, кстати, вот этих вот заморозков, они не боятся. Ой, как красиво. Сейчас отключу, сделаю фотографии. Вот, поэтому наш первый такой сильный мороз на влажную землю. Посмотрите, какая липа красивая. Сейчас давайте я вам быстренько схожу, посмотрю, как там осыпалась шелковица. Вот я утром вам показала, когда ставни открыла. Прошел час-полтора. Дерево практически голое. Здесь тоже такое, представляете, красотища такая желтая. Вот такая у нас сегодня погода замечательная. Ля-ля-ля называется. Подсохла хоть эта лужа здесь. Раскатали вообще. Не пройти, не проехать. Смотрите, дерево голое. Я же говорила, что скоро машины будет не видно. Оно облетело все вот за это утро. Да какое утро? Полтора часа прошло. Я не успела видео выставить. Представляете, как здорово. Такой ковер этих листьев. О, как классно. Все, интересно, кто же у них будет все убирать. Машина такая здоровская. Там у кого-то вон картошка лежит. Посмотрите, придурки какие. Оставили на улице картошку. Она же замерзла. Теперь будет сладкий картофель. А что? О, какая погода, друзья. Посмотрите на это небо. Класс. Так, пойду делать фотографии розочек своих замороженных. Вот видите, вот эта штучка, она будет заряжаться в течение дня солнышком. Так как у нас здесь черемичу Бужа подходит. Ну, я ему говорю, не тряси руками. Вот видите, и все, и потом оно будет само гореть там. Ну, всю ночь не знаю, до сколько оно будет гореть. Посмотрим. Ну, короче, вот на таком солнце, конечно же, оно зарядится. А смотрите, девочка, моя розочка. Все равно до биржерак, моя девочка. Ой, она замороженная реально. Красавица наша. Вот у меня тут еще бутончики, посмотрите, есть. Ой, акации облетают, облетают. Прям шум стоит. Ой, ну хорошо, облетают уже, потому что надоело нам мести этот двор. Смотрите, как. Ой, прям летит там такой. Здоровско. О, как красиво, мамочка моя. Так, это кто тут, соседи уезжают. Ну, вот здесь уже, наконец-то, облетают листья с моих яблонек. А то, слушайте, прям вообще не это декабрь месяц. Ну, а что? Это эстрагон. Посмотрите, друзья. Я знаю, что я буду делать с этим эстрагоном. Я его срежу. Видите, он и замерз. Я его срежу перед отъездом и увезу в Санкт-Петербург. И мы купим с дочкой две бутылки водки. И в каждую бутылочку я засуну вот по этому стебельку на всю длину бутылки. Девочки, получается такой. Ну, он не ликер получается, но он получается такой настойка. И она почему-то становится чуть сладковатой. Короче, очень вкусно. Смотрите, как он у нас тут все цветет-то при морозе. Мороз морозом, а цветение никто не отменял, называется. О, пампастная трава, гляньте на нее. Ой, какая здоровская. Ну и вот, и смотрите, теперь наши фиговые деревья. От слова фига, да? Не от слова фига, это инжир. Фига – это инжир по-французски. Смотрите, все, ни одного листочка. Вот стоило только морозу до 4 градусов вдарить. Так, девочки, ну что, давайте посмотрим. О, бархатцы-то наши, которые я вам без конца показываю. Стоят себе, гляньте, хоть бы хны им. Ну вот уже, видите, вот уже есть кое-что собрать. Надо будет мне потом собрать. Но они и до весны, если я такое солнце светит вообще. Так, что у нас тут в теплице? А в теплице у нас рай, рай, рай. Ай, посмотрите, перцы мои красные растут тут. Ой, как здесь жарко, слушайте. Стоит на двоечке у меня. Я обычно ставлю, ну и хорошо, вот так вот поставлю чуть. Так, выключила. Так, а что, посмотрите, девочки, 20 градусов. Ну 20 градусов – это нет обогревательной. Вот здесь точки завернулись. Влажности, что ли, ну не знаю, чего не буду говорить. Не знаю. Потому что нагревается через стекло в теплице. И здесь вот утром оно, когда падает солнце. Ну, хороши, хороши. Всё хорошо, всё замечательно. Здесь вот, может быть, она очень близко стоит. Ну, хотя оно не греет с той стороны. Хорошие, хорошие мои. Беларгошечки. Золотушечки мои. Надо мне их ещё и обработать от белокрылки. Эта зараза постоянно появляется здесь. Там вон бегония вообще цветёт. Но я её потом обрежу. Ну вот. Так что, девочки мои, пусть всё добро в этом королевстве. Цеплица стоит на ура. Вот такие дела. Вот такой вот наш утренний обход. По поводу листопада в Провансе. Который связан напрямую с первыми заморозками. Очень красиво. Очень солнечно. Моя любимая это сосна. Это вообще, это вот сосна и липа. Это моих прям два любимых дерева во всей округе. Ой. Вот такие дела у вашей селяночки из Прованса. Так, а это гляньте. Я вот сюда поставила. Ну, достаточно ему, может быть. Мне кажется, он сухой. Да, он сухой, надо поливать. И я вчера на ночь, кретинка, полила гортензию. Она вообще была высохшая. Но она там, наверное, замёрзла. Она нет. А гляньте, гляньте, что с акацией творится. Тоже всё. Так. Ну, ничего с ней не будет. С этой гортензией так. Ой, а она даже нет. Здесь не было такого мороза. У нашей девочки мороз. Он локальный такой. То есть вот у нас возле бассейна морозит и возле курятника. Морозит намного больше, чем вот у нас здесь на террасе. Ну, наверное, же постройки, правда. Вот. Всё, пошла делать. Пошла делать. Муж нам вешает последнюю гирланду. А я пошла делать салат олеви. Вот такие дела, мои хорошие. По-моему, у меня... Мой муж повёз соломок. Короче, я ему кричу на французском. Куда ты повёз эту солому с куриным повётом? Он говорит, я вот... Я говорю, бросай на этот, на... Как его? На навоз конский. А он выбрасывает вон там сзади. Я говорю, это же такое вообще богатство для земли. Девочки, понимаете, он меня не слушает. Вот никогда он меня не слушает. А здесь, гляньте, у нас же тут... Ой, смотрите, тут вообще... Вот я хожу, у меня уже ноги замёрзли. Гляньте, наши цветочки, эти арабисы. Арабески. Ну, сейчас всё оттает. Ой, а вот здесь, посмотрите, сколько... Какая у нас изморез. Так, не на шутку. Ой, ну градусы 4-5 точно было. Хорошо, что я брукмансию занесла в комнату. А так бы она у меня подмёрзла. Она... Ой, посмотрите. У нас что-то цветёт. Так, а то же у меня перцы. Видите, там он солнышко уже оттаивает, да? А здесь всё заморожено. Всё, буквально. Вон мои перчики, гляньте на них. Девчонки, ну вот помните, я последние перцы собирала, которые? Они, конечно, это... Они были горькие, я их выбросила. О, как здорово! Я раньше здесь, послушайте, с зеркалкой тягалась в такие моменты и делала фотографии. А сейчас я уже больше на этом. Вот такие дела. Посмотрите, наше красивое-красивое утро. Сегодня у нас 15 декабря. Ровно через неделю, 8 дней будет Рождество католическое. Курочки наши вышли. Кто любит у меня курочек смотреть? Смотрите. Ко-ко-ко. Наши красавицы. Ой, лапкой заморозите сейчас. Мегистоп. Посмотрите, какие они у нас толстые. Красивые такие. Гляньте на них. Эти старухи гоняют молодых все равно. Молодые у нас с этими. Они у нас... Мы их окольцевали. Лапки поднимают. Им холодно, мои девочки. Мои курочки хорошие. Смотрите, видите, лапку поднимают. Ей холодно. Мои, несите яйца нам, пожалуйста. Девочки, а какие же у них вкусные яйца. Яйца в смятку. Ой, там вообще... Кусочком поджаренного хлебушка. С чуть-чуть маслицем. Ой, обожаю, обожаю. А вы знаете, что, друзья, я сейчас буду делать? Я сейчас буду делать салат оливье. Что-нибудь, что-нибудь... Бонжур, мой спектактор. Бонжур. Бонжур. Привет, привет. Что ты будешь делать? Что ты будешь делать? А, он будет сейчас вешать еще одну... Одну еще гирлянду солнечную, которую я вчера купила в магазине. Он будет брать вот это. Что, вам не нравится? Это, смотрите, это... Сейчас еще у нас вот будет одна гирлянда. Посмотрите, как здорово. Там на крыше, я вот не вижу, на крыше листья. А здесь это все так у меня... Ой, девочка, вы меня, конечно, друзья, простите, потому что я вам очень много показываю природы, но дело в том, что природа – это моя стихия, а я сама дитя природы, поэтому то, что я люблю, я делюсь с вами. Надеюсь, вы меня за это ругать не будете. Все, пошла делать салат оливье. Послушайте, уже два дня стоят сваренные овощи, и это буду делать с ветчиной из индейки. Посылочку с Амазона, послушайте, странно. Эта посылка была заказана намного позже, чем Пашины наушники и подарок Марису, и вот ее уже привезли, такую коробищу положили. А здесь, друзья мои, сейчас вам покажу, что. А там всего лишь была вот такая вот бутылочка, девочка, это уход за волосами. Это вот эта марка английская. Я ее открыла совсем недавно. Она называется, вы что думаете, я же даже не могу прочитать. Короче, Нейлс Ярде Ремедье. Ремедье – это как бы, ну, такие вот, как бы, знаете, бабушкиные такие домашние рецепты, такие ведьминые, ведьминые такие рецепты, да? Вот. И там розмарин, там тут наклеили мне. Я без очков не вижу, я вам потом расскажу получше. Холодный, проночевал ночь в этом ящике. Это точно такая же, это та же фирма. Я, кстати, вот по этой баночке, вот здесь вот у меня розовое масло, которое увлажняющее. Вот. Продукция очень дорогая. Вот. Но я нашла их, как бы, представительство на нашем Амазоне, на французском. Их очень хвалят в шампуне, укрепляющие, и, как бы, утолщающие волосы и так далее. Поэтому я когда вернусь из отпуска, может быть, я что-то там ещё прикуплю. Ну, потихонечку, потихонечку можно покупать. Но вот, у меня уже два продукта, одно и то же марки. Я получила ещё одну сегодня посылочку вот с этого сайта. Написано «Ма Бутика О Натюреле». То есть, они продают только натуральные продукты. Это девчонки сайт. Я уже там в ранних видео говорила об этом. Кто слушает, каждый, кто смотрит всё, тот поймёт. Вот. Я заказывала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А тут не очень чисто. Подождите. Сейчас что-нибудь по стилю. По ходу дела бросили посылку и разбился пакет с моей глиной красной. Вот же зараза. То есть, посмотрите. Вот вы видели, я вам всем показывала. Вода у меня есть из василька. На этом сайте есть воды из чего хотите. Вот это вот гидролан, это вот вытяжка. Это вот, например, из манты. Она была на 50% они её дешевле продавали. Короче, она мне обошлась в 2,70, по-моему. Вот. Это мятная водичка, которая тоже самая идёт для чистки лица, как тоник, да, как вот после того, как мы умылись, и чтобы как бы PH выровнять на коже, вот чисто протереть, чтобы там снять остатки девочки. Вот просто мятный чай. Мятный чай. Я, конечно, тут почитаю сейчас, что они пишут. Да, это вода цветочная. Сан-Томас B, это тоже головы, это увеличивает, как бы провоцирует рост волос. Точно такое же у меня вот здесь вот завёрнуто масло эфирное. Это же этот Сан-Томас. Что меня подвигло заказать на этом новом сайте, его больше нигде пока нет. Вот видите, вот такое вот эфирное маслице, 10 миллилитров, почти 12 евро я платила. Вот этот Сан-Томас, как он пахнет. Там люди пишут очень хорошие. Ой, пахнет, девочки, пахнет каким-то кориандром, мускатным орехом, кориандром. Ой, я прям надо будет мне поискать, где чего там это. Ну и всё, девочки, последнее, что здесь у меня лежит, что мне разбили. Это вот, это вот моя красная глина для волос я взяла. Вот, и здесь, значит, они пишут, что это маска для волос и для лица. Вот, натуральная, для сухой кожи, и, значит, с ней можно принимать тоже ванны. Вот это же вот марочка, аржелец, что у меня белая глина, как-то делала весь видео, у меня я делала маску для волос. Ну, не хотела показывать сегодня, но, послушайте, развела много опять глины. Это красная глина. Такой вот глины у меня не было, я вот ее сегодня получила, там где-то будет в обзоре уже, не знаю, столько у меня обзоров уже и масок там насняты, и в магазины, и мои посылки, что я получала, что я уже не помню, где я еще показывала, девочки, поэтому, может быть, не будет хронология, но вот смотрите, какой цвет, и вот эта глина, она написана, что ее можно носить даже под глаза, вы представляете? Вот, а так как ее много, я сегодня не планировала делать смазку для волос из глины, ну, не выливать же тут вот, намешала я, замешана она у меня на мятной водичке, из зеленой мяты, почему говорю зеленой мяты, девочки, вы знаете, что есть потом мелиса, есть мята перечная, есть всякая разная мята, есть мята из Алжири, что это у нас, Алжира, ну, вот, я ее купила в том году, вот именно вот эту вот, они продают эту мяту, на чай, но она у меня почему-то плохо взялась, но вы знаете, мята такое дело, ей иногда, ого, какая я, ей иногда нужно дать время пустить корни, у меня едва куста перечной мяты посажены, и как-то они у меня не очень были, надеюсь, что весной все полезет самого себя, ну, что, остатки, сейчас маски буду выкладывать, ой, буду выкладывать на это, на голову, вот я, слушайте, зарядила, но на всю голову я не буду, только вот здесь, вот впереди, слушайте, муж сегодня посмотрел, говорит, у меня, особенно вот здесь, вот, очень хорошо виден ежик, вот, а это вот, эта маска тоже, она идет на волосы, я сейчас займусь вообще вот этой глиной, зеленую глину, нигде не прочитала, что можно на волосы, она у меня куплена маркой Кортье, но ее там, каким-то образом, чудесно, можно принимать вовнутрь, понимаете, поэтому я почитаю, для чего, может быть, для очищения организма, может быть, еще для чего, никак в руку не доберутся, понимаете, я же столько всего делаю, в одну, одночасье, ой, послушайте, это вот я так, наверное, переживаю, что у меня телефон перестал принимать все прямые эфиры, самое главное, если бы я сделала пробный прямой эфир, в этом, в инстаграме все берется, а ютуб меня выбрасывает, я не знаю, в чем дело, что случилось, если бы там какая-то была проблема с моим аккаунтом, меня бы не впустили и на компьютере в прямой эфир, если бы там какие-то были нарушения, потом, если бы у меня были какие-то нарушения, они бы мне, понимаете, должны быть, ну вы посмотрите на меня, вау, как этот в Робинзоне Крузо пятница, ай, девочки мои хорошие, вы знаете, что, как говорится, уже что на эту возрастную кожу, уже чего не намажь, все равно же, это же не остановит ее старение, ну, свежесть передаст, но то, что девчонки, волосы растут новые, сто процентов, то есть, волосы, волосы нужно поэцкать, ну вот, я полежу недолго в ней, потому что, я вот слышу, она у меня же на лице, даже уже и подсыхает, а у меня муж зашел домой, в таком обличии он меня еще не видел, господи, хоть бы не испугать человека, хотя, какой он меня уже только не видел, за эти годы, нет, ну, такую точно не видел, представляете, девочки, ну, вот ваша провансалочка вообще, чего только не придумает, ну, вот, то, что насыпло, слушайте, короче, я поняла, на лицо достаточно одной чайной ложечки, и, наверное, там пол чайной ложки жидкости, потому что я набухала жидкости на этого, ну, все, пошла засыхать, ну, и еще раз повторюсь, глину мы не пересушиваем, да, девчонки, то есть, не надо, чтобы она нам тянула нашу кожу, ну, посмотрите, пускай шейка моя побудет, ха-ха-ха, до встречи, 8 минут разговаривать не могу, пошла смываться, до встречи, все горит, все сверкает, все везде у нас переливается, посмотрите, такая занавесечка, ой, все мокрое, послушайте, ну, я сейчас быстренько на одну секундочку, чтобы со всех сторон, здесь вот мы тоже, посмотрите на эту зеленую ограду, это вот, это солнечная гирлянда, что я купила последний раз, даже на то, у нас целый день был туман, шел дождь, но она все-таки зарядилась, за день, то есть хватило ей солнышко, вот здесь вот она так красиво, это же все в удовольствие соседям, как я говорю, они же вообще ничего в своем дворе не делают, вот как он, а посмотрите, какая у нас тут сказка получилась, просто, просто такая рождественская сказочка, сейчас делаю себе одновременно фотографии на заставочку, вот красиво, красиво, все равно, девчонки, в этих огоночках, я не купила, еще были прожекторы в этот раз, но я не купила прожекторы, потому что, ну, которые я хотела, он стоил 49,99, то есть 50 евро, которые попроще, но у нас и так говлянт хватает, ну вот, поэтому, гляньте, как у нас тут, да, и вот идет Новый год, и на канале Ютуба, послушайте, всякие новые, новые, новшества, я вот тут все гадала, гадала, где делись мои 50 подписчиков, и тут же, вот я вижу, уже сообщение пришло в это, в наш кабинет, наши рабочие кабинеты, где мы оптимизируем наши видео, смотрим статистику и так далее, что канал начинает, какого он там, 12-14, вот еще, по-моему, 18-го числа, он чистит спам-каналы, то есть каналы, которые были созданы специально для того, чтобы сделать спам, там, на каналах, на Ютубе и так далее, и так как Ютуб хочет оставаться чистым, то значит, они все удалили, то есть вот у меня ушло 50 человек, то есть они хотят оставить только активных подписчиков, учитывая, что у меня средняя где-то, каждый день у меня где-то, на каждое видео у меня есть тысяча подписчиков, вот, они что, у меня 3000 возьмут и снимут, и написано, что если после чистки на вашем канале останется меньше тысячи подписчиков, то значит монетизация будет удалена, и нужно будет заново набирать новых подписчиков, короче, бардак полный, но сделать мы ничего не можем, поэтому как будет, так и будет, друзья, остается только работать и набирать новые обороты на канале Ютуб, конечно, я не думаю, что у меня будет меньше тысячи подписчиков, потому что у меня есть видео, которые очень хорошо просматриваются, а каким образом и какой у них там этот метод очистки каналов от спамов, от ботов и так далее, о, 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 миги, миги, миги полетела, наверное, где-то пришел дикий кабан, ну вот мои хорошие, короче, новости, не очень веселые, но во дворе у нас все равно красиво, поэтому, вот поделилась я с вами, видите, вот это вот колючее растение, оно называется лю-у, это рождественский цветок, который является во всяком случае символом в Провансе, вот у него такие вот красные ягодки, это дикое растение, и еще есть это лю-у, а как же оно называется, еще и с белыми шариками, это, по-моему, мужской, а белый женский, или наоборот, но с белыми мы никогда не находили, вот Марис ходит через гольфовые поля, там есть такой овраг, и там он собирает вот эти вот лю-у, в этом году не очень много шариков, ну вот такие дела, мои хорошие, пришел новый журнальчик, я догадываюсь, что там, короче, там может быть только вок такой толщины, а у меня еще, слушайте, не сделан обзор прошлого журнала, гламур, поэтому, я не знаю, с подарками я сейчас справилась, так, да, девочки, это Волга, новый Волг, посмотрите, какой красивый, журналист. о, журналы, журналы, когда не смотреть. Так, ну что, давайте мы сейчас глянем по быструхе, что тут у нас, так как мне навести, я еще не завтракала, сегодня суббота, я только выставила последнюю часть Лаурмарана. Тоже как-то она мне не очень легко далась. Посмотрите. Это дочка Гинсбурга, Шарлотта. А это, я не знаю, это что, ее дети, что ли? Вот у меня в прошлом журнале есть статья о ней. И я не могу никак ее дочитать. Я начала, и знаю, что она живет сейчас в Америке. И что Шарлотта Гинсбург, она была в очень большой депрессии. И она даже вот покинула Францию. Все это по стопам как бы связано с ее папашей. Вот вы все знаете, да? Гинсбурга, его замечательные песни. И его немножко история алкоголика, шатания по женщинам и так далее. Короче, вот это большой, большой такой плохой мальчик, которого любили все женщины. И она, ей очень сложно доставалось. У нее там что-то, даже психикой было по этому поводу. И вот, девочки, это все, конечно, идет публикситет, то есть реклама. Ну, вот такого вот плана ВОК. Поэтому я не знала, что вам тут показывать. Вот Сан-Лоран начинается. Вы знаете, изменилась бумага в глянцевых журналах. Она не такая плотная больше. Похоже, что везде кризисы, везде экономят. Вот так вот Прада пошла. Дольче Кабана. Это очки. Вот у меня мои солнечные очки. Дольче Кабана. Еще у меня есть одна пара очков для чтения. Дольче Кабана, в которых я до сих пор через стекла не могу читать. Аправо красивое. Ой, посмотрите, какой букет. Ну, вот такие вот, друзья, дела. Поэтому, естественно, что здесь много страниц. Надо будет сесть, полистать, показать вам все как положено. Ай, ну легко эти, понимаете, что эти журналы. Вот я вам пролистаю и покажу. Кому не нравится, пускай не смотрят мои обзоры. Я чисто листаю журналы, как обычный, обычный человек. И ничего, что есть, должна такого комментировать. Короче, как сделаю, так и сделаю. Ну вот, посмотрите. Короче, вы почти все увидели. Чего вам показывают? Ну вот она, Шарлотта. Шарлотта, наша Шарлотта. Ну и хорошо. А я люблю ее. Она хорошо играет в фильмах. Такая хорошая девочка. Посмотрите. Симпатичная. Она отца становится с возрастом похожа. Все больше и больше. Ну и обязательно прочту эту статью и вам расскажу потом. Окей? Посмотрите. Эфир шел 11 дней в длительность 2 часа 52 минуты 38 секунд. 4 новых подписчика. 132 человека одновременно были на линии. А всего меня посетило за это время 931 человек. Друзья, я очень рада. Да еще нам тут и муж-то и зря спел. Правда же? Всех люблю. Пока. Целую. Пока-пока. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова